ну вот и добежали мы до увата здесь у нас патрульный автомобиль кого-то кого-то задержали и что хочу сказать сейчас вот наблюдаю очень много едут на юг отдыхающих м целые колонны обгоняют так а мы пока едем мимо для устрашения поставили разбитый автомобиль для напоминания точнее о том что не превышайте скорость здесь у нас биатлонный центр где тренируются наши спортсмены и на выходе отель у ватт по моему так и называется гранд-отель до вечером красиво смотрится и потеплело потеплело друзья смотрю я на градуснике у нас 16 половиной градусов на часах уже 11 12 прошли мы 419 километров и осталось нам всего лишь 131 131 километры и раз уж на улице потеплело то естественно полетели всякие бабочки разноцветные оставляя на стеклах на стекле и приятные следы а помыть то мне их теперь и нечем я даже этому рад потому что это значит что у меня закончилась наконец-то закончилась зимняя жидкость незамерзайка и ждет ждет меня уже летние она со мной скаталась на север и сейчас доедем уже до завода сибур пока будем ждать загрузку мы зальем уже летнюю такую шампунькой жидкость чтобы вот эти как комарики и точнее то что от них осталось на стекле все хорошо смывалось многие точнее немногие некоторые незамерзайкой пользуются и летом говорят очень хорошо отмывает комаров не знаю стараюсь летом пользоваться летней омывательной жидкостью а зимой зимней потому что на мой взгляд я конечно точной формулы не знаю и не замерзайки которые для зимы но то что вот она сушит резинки дворников это заметно вот когда даже и прыгаешь тут же высыхает на стекле а летняя она все-таки с шампунькой и она вот это дает еще небольшую смазку то есть и стекла бежать и дворники бесшумно ходят по стеклу и вдобавок все все-таки резинка дольше служит чем когда она по полусухому стеклу ездить туда-сюда но опять же скажу хочу сказать это мое субъективное мнение может может быть я и ошибаюсь в этой формуле может и нет разницы что летом что зимой лить и замерзайку но для чего-то же все-таки их делают да кто-то скажет для того и делают чтобы деньги обдирать но я в этом плане не соглашусь проезжаемый поворот с интересным названием юность комсомольская туртаз муацкий район ну что друзья до тобольска остается 43 километра а на часах у нас 12 03 12 03 это по местному 14 03 а прибыть на по местному надо до 5 часов то есть на 64 уже километра нам остается мы идем с запасом выпускать даже час мы эти 64 километра проедем потому что там еще будет у нас реверсивное движение там просто им немножко ремонте моста и по идее по идее мы должны уже в час по москве быть по местному это уже в 3 то есть два часа у нас будет в запасе я хочу воспользоваться этим временем чтобы нам еще заехать на газпром нефть на въезде в топольск заправить свою трудягу до полного бака если конечно здесь они здесь официальный официальная заправка газпром нефть они по франшизе вот заодно как раз и разведаем и все таки почему хочу заправиться до загрузки ну во первых для экономии времени чтобы потом уже загрузиться и идти как говорится без остановок ближе к дому ближе к отпуску ну и главная причина еще в том что будет будут грузить нам опять крошку на это как минимум 20 тонн и чтобы правильно нам взвесить пройти развесовку по осям если вдруг какой-то перегруз то нам на заводе поставят груз так как положено то есть без всяких перегрузов а это все таки 800 литров в бак пускай солярка она легче чем вода да ну а литр воды приравнивается и к килограмму пускай и получается что это около 800 килограмм еще сверху к тому же потом груженому на заправку заезжать которая у нас будет с левой стороны неудобно разворачиваться так что я думаю надо все таки сделать так сейчас заправиться и чтобы потом уже не терять ни времени ни сил ехать ближе к дому ну а уж если она работает по франшизе значит будем дорогой потом искать Газпромнефть так что в списках у нас одна остается заправка но как сказали нам на базе то что можно заправляться на любой официальной заправке в Тюменской области имеется ввиду на официальной заправке Газпромнефть так что будем разведывать другие заправки а то что одну написали в списке а про другие забыли что вот и добежали мы до ремонта моста и горит нам красный да придется все таки останавливаться ремонт ремонт этот идет на 288-ом километре и отсюда у нас уже до завода Сибур остается 49 все там зеленый что-то непонятно Урал на красный идет да вот это ничего себе но что-то мы когда на север ехали ребята говорили по рации что тут светофор немножко некорректно работает то есть если там еще как говорится красный красный не горит точнее горит зеленый и здесь как бы они перехлестываются ну уж насколько это правда или нет такого быть не должно может быть только паузы нет между светофорами то есть если на нашей стороне допустим загорелся красный то здесь сразу загорелся зеленый может быть из-за этого получается вот такие непонятки но обычно пауза делается то есть в обоих направлениях загораются какое-то время одинаково горят красные а потом уже загорается зеленый но при смене сигналов я имею ввиду ну вот все отдыхающие полетели полетели на юг на юг вот как раз в гору пропустим всех и в и в в и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, все закономерно Кто-то уехал в начале июня А сегодня 1 июля Возвращается Все вполне логично И второй у нас Реверс, да, второй мостик Ну, если на первом мы практически не остановились То на втором тут немножко Придется постоять Хотя нет, смотрю, я тоже загорелся зеленый И может быть мы сейчас Катом и дойдем Чтобы не останавливаться Точно Вот тут я понимаю Вот это Налажена система светофорчиков Только вон не погас еще перед нами Нет Проходим под зеленый Сейчас посмотрим, как тут продвигается Ремонт моста А у него бетонирует А речка у нас Винокуровка Тоже видно по половоде Тут обрыв аж промыло За мостом А мостик-то у нас Свежий бетон Свежий бетон положили Ну что, остается совсем немного До заправки где-то у нас В районе 5 километров А до места 21 километр То есть все мы сейчас Походу так и сделаем Заедем на заправку А уж потом поедем Отмечаться Да, если мы из Сургута Выезжали под дождем Потом дождь прекратился А сюда что-то Подходим к Тобольску Уже Опять начинают Тучки хмуриться Я не против летнего дождя Но Когда надо стоять на улице Если еще колонка Не под навесом То это не очень приятно Даже под летним дождем стоять Ватоновскую рамку прошли И теперь Газпром есть Так, дистоплива 55-65 Да, но на 10 копеек подороже Получается Чем мы Заправлялись на этом Когда ехали на север На 199-м километре Так, и теперь у нас 47-45-92 И 95-52 Ровно И как раз у нас Под правый бак Свободная колонка Но она частично Только под навесом Сейчас пойдем узнаем Может быть она действительно По франшизе Тогда поедем сразу дальше Так, ну что Здесь оказывается У нас официальный Газпром нефть Все, процесс идет И довольно-таки быстро Заказал я 330 Не знаю, войдет или нет Посмотрим И пока заливается Надо Мне заправить Омывательной жидкости летней Так Отворачиваем пробочку Вытаскиваем Заливную горловину Такую Которая трансформируется Вытягивается в трубочку И Открываем канистру Заливаем очень удобно Ну вот и все Бак полный Под завязочку Но Не поместилось Буквально 7 литров 323 Ну и доливаем Конечно Жидкости Раз уж мы ее начали Наливать Наливать Быстренько тут 2 минутки Чтобы не откладывать В долгий ящик Жидкость Прям под цвет Кабины И пахнет Как приятно Какими-то Летними ягодами Непонятно Какими правда Но запах Приятный Так Все Заправились А теперь Пойдем За возвратным чеком И конечно же Не забываем Все вернуть Назад Задвинуть Заливную горловину И закрыть Пробку Все Так Ну что Коняшка У меня Напоен Баки Бак Точнее Полный Да Ведь когда-то Было На Дафе Работал Два бака Было Там вообще Залил И забыл Когда следующая Заправка Здесь все-таки Ну тоже 800 литров Хватает Как тут Зато удобно Выезжать Сразу Раз И На трассе Ух ты И хорошо Как раз И окошечко У нас Поехали Теперь 800 литров Нам Хотел сказать До самой Татарии Где у нас Еще Заправка Ирбис Теперь будет Но Может быть Даже Может быть Даже И до дома До дома Потому что Дома Можно Тоже Газпром Нефтью Заправляться Правда Сейчас Правила Меняются Каждый День Не поймешь Что То можно То нельзя Заправляться Так Залил я Летний Омывайки И теперь Можно Прогнать Ее На окошко Но тут Уже Такие Кляксы Что Тут Надо Сначала Отмывать Уже Принудительно Бесконтактный Шампунь Она Она У меня Кстати Есть Надо Тоже Сейчас Разбавить Свежую Порцию Вопрыскиватель И Все это Дело Мы сейчас Намоем Пока Дождя Нет Нет Ну а Дождь Будет Значит Дождь Намоем Осталось Нам 15 Километров На часах 12.06 Да В час В час Не уложились Как планировалось Но зато До трех часов То еще целых Целый час 55 Я имею ввиду По москве Так что Пришли С большим Запасом И это При том Что мы Шли На крейсерской Скорости 82 Километра В час Так Тут у нас Работает Машинка Экипаж Следят За порядком Ну вот Побрызгал я На стекла В салоне Не пахнет А вот Когда Для легковой Купил Бубльгум Вот тем Там Ароматизатор Видно Сильный Там Этой Карамелькой Пахнет Будь здоров Интересная Тут развязка ЖД вокзал Менделеев Вот сюда Поворачиваешь Направо И под мост Пустой Он как В горку Идет Все равно Что по прямой Не чувствует Ну здравствуй Родной Тобольск Здравствуйте Жители Тобольска Подписчики И все Кому нравится Мой канал Сегодня я опять У вас в гостях Но правда По Сегодня по работе И Сейчас Приеду На завод Как Только мне Скажут Скажут Время Загрузки Но Загрузка По факту Должна быть Сегодня То есть Время То у нас Уже Перевалило За За обед Поэтому Даже Несмотря на то Что Погодка Сегодня Такая Прогулочная Даже Солнышко Вон Выходит Дождя Вроде Не намечается Хотя Тучи Хмурые Но Прогулку Сегодня Я Не смогу Сделать Потому Что Основная Причина В том Что Хочется Поскорее Вернуться Домой Чтобы Пойти В отпуск Ну Отпуск Пролетит Незаметно Как всегда Когда отдыхаешь Вообще Время Летит Незаметно А После Отпуска Мы С вами Обязательно Что-нибудь Придумаем Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Вот мы Почти уже И приехали На часах 13.17 Даже Если перевести На местные То 15.17 Час Час 43 У нас В запасе Так что Приехали Без опозданий А это Самое главное Сейчас Только найдем Местечко Где Припарковаться Так-то место Тут Навалом Здесь Бывший Таможенный Пост Какой-то Но я Обычно Заезжаю Вот сюда На удобную Стоянку Потому что Вот здесь Заезд Крутой Поезжать Еще Полгода Заезжать Не очень Если кто-то Еще встанет Здесь Напротив Будочку Снесли Так И к солнышку Я встану К задам Не люблю Когда Калит Кабину Хотя Сейчас По большому Счету На улице Не жарко Всего лишь 18 градусов Но в кабине Будет жарко Все равно Ну вот и все Друзья Мы приехали Но вы пока Никуда не расходитесь Впереди Все самое интересное Продолжение следует